Всем привет, меня зовут Аратура, и мы продолжим страдать кослеванию зеркала судьбы. Так, знаете что, я на самом деле немножко отдохнул от игры, и, наверное, зря я это сделал, потому что нам теперь нужно вспоминать то, что нужно делать. Так, насколько я помню, в предыдущей серии, под конец серии, мы кого-то встретили. А что такое? А, я теперь могу почитать про их спасу... А, вот оно как. Так, ага. Слушай, а ночной сторож, я так понимаю, будет, наверное, как обычный враг, да? Так, я на самом деле не совсем понимаю, что вот это означает. Что означают кинжалы, что... Я, с такими говоря, могу его вращать. Что означает кинжалы, что означают вот эти вот черепки? Черепки, наверное, означают, что это для них смертельно, по идее, да? Так, получается, что обычный топор их, по идее, просто станет, да? Зачарованная топор для них смертелен, так же, как и зачарованная этот Смолотов. Наверное, наверное, это так. Знаете, по какой-то причине здесь мне не хватает нескольких вещей. Это больше конкретики. В данном случае одной конкретной вещи мне не хватает конкретики. Ну, давай. Ты как раз сберешься для того, чтобы разогреться. Ладно. Тогда будем активно использовать Сифу. Раз такие дела. Мне не дали возможности подлечиться, но... По крайней мере, мне дали возможности подлечить свою магию. Слушайте, мне знаете, что здесь не нравится еще, помимо прочего? Мне не нравится, как немного работает комбинация. Смотрите, получается, у меня есть 1-3 удара, то бишь вот такой. По идее, я могу его скомбинировать с вот... С вот таким ударом. Ай, елки-палки, прекрати бить. С вот таким ударом. Ну, то бишь, как было в оригинальных лордах. А здесь, получается, если я делаю вот так, потом так, а потом... Хочу сделать с разворотом удар, как вроде бы анимации не достает. Он вроде как и проделывает все это дело, но... Видите, без анимации, когда он должен сделать вот так, Он делает вот так. Как вроде бы его заедает немного. Ладно, неважно. Может, просто нужно что-то еще в цепь. В цепь комбо, не знаю, воткнуть, помимо того, что я пытаюсь туда засунуть. Так, и знаете, что еще я хотел бы? Я хотел бы видеть, что нам нужно делать. Потому что у меня крепко засело в голове то, что мы с вами ищем кнут. Так, сразу давай сифу. Ага. Вот я бы сейчас отъехал бы. Тихо. Надо уровень себе поднять, и тогда я подлечусь, и все будет нормально. Получу. Вот так. Так, тихо. Так, ну ладно, вроде как разогреваемся нормально. Единственное, что не хватает здоровья, Конкретно не хватает, Это потому что в предыдущей серии, под конец, Мне немного доставили проблем вот эти куклы. Слушай, зал только что был очень похож на место с... Там, где мы играли с Лорой, но это, похоже, не она, да? Мы то место уже прошли. Это просто небольшая церковь. А, я понял, что это хорошо. Ну давай! Выдиви меня! Ага. Допустим. Я вспомнил, я же блок могу ставить, который... Пробивается только вот таким образом. Угу. Хе-хе-хе. Отлично. Тихо. Вот, вот я ставил блок. Но это зараза успел ударить мне чуть-чуть раньше. Тихо-тихо-тихо. На самом деле, должен сказать, что она сильно проще, чем... Твою мать. Что она сильно проще, чем оригинальные лорды. Потому что пока что все сводится к тому, что я просто закликиваю врага. То есть я даже, по сути, не перебираю никаких комб, а потому что у меня их мало, у меня их практически нет сейчас. Скорее всего, в дальнейшем их тоже будет не сильно много, на самом деле. А если буду, то будут не такие сложные, как... Как были раньше. Кстати говоря, вот то, что мы прошли, это считается где-то около 16%. Угу. Там просто, как обычно, мне дают посмотреть, сколько мы прошли. Перед тем, как продолжить. Так, хорошо, а как это дело забрать? Ну-ка. Отлично. А-а-а, подожди, я уровень получил уже, да? Да. Ну, несмотря на недостатки, все равно довольно интересно, учитывая, что эта часть, как бы, раскрывает или дополняет некоторые пробилы. Во время годов темного правления лордов Тини, сотни людей были укушены уброднями и заражены их проклятой коровью. Подавленные своими инстинктами и избавленные от своего предводителя Корнелла, господи, они оккупировали замок, чтобы поглядеться к своему новому альфа-самцу, самому принцу Тим Мэй. Да, когда-то же Дракула победил Корнеллу, точнее не Дракула, а Габриль. Еще будучи Габрилем мы надрали Корнеллу задницу. Помню, как вчера. Судя по всему, оборотни решили сделать его своим предводителем. Мудрый выбор, однако. Иначе бы он их просто уничтожил, чертова матери. Мне, кстати говоря, понравилось в предыдущих DLC по... Так, я вообще не то хотел, я хотел мини-карту посмотреть. А, вон она, ну да. Короче... Мне во предыдущем DLC Клордам понравилось именно объяснение того, откуда у Дракулы такая прям безграничная сила. И то, что Забытый прям, знаете, когда Габриль заполучил эту силу. Ну, отнял ее у Забытого. Забытый сразу перепаратился такой. Решил сразу покраситься ему верности. Ого, что это такое? Это призрак. Офигеть. Это даже жутко как-то немного. Кстати говоря, мы, по-моему, уже около цели, да? Опять-таки, цель. Какая у нас цель? Я помню, что нам вроде как нужно найти цепь. То есть, первое, что я себе сразу взял на заметку, это то, что нам нужно найти нормальную... Нормальный кнут, цепь, крест, крест, короче говоря, нам нужно найти. Для того, чтобы у нас была возможность залезть туда, куда мы не можем сейчас на данный момент залезть. Погоди, давай пробуем наверх на начало. Можем уже? Нет? Можем. Мне сюда, похоже, и нужно. Да? Нет? Нет? Мне нужно вот туда, по идее. Или нет? А, подожди, я могу на люстру, потом с люстрой могу... По идее, на ту сторону перебраться. По идее, могу сделать это прямо сейчас. Оно. Просто, знаете, за эти несколько серий произошло довольно много всего. Вполне вероятно, что цели наши уже немножко... А, нет, вон, я вижу, не за люстру. Люстра немножко на бэкграунде находится. Это вот... За вот это нужно. Хорошо, ладно. Столько всего произошло просто за предыдущие несколько серий, что я уже не совсем понимаю. Может быть, у нас цели поменялись, но при этом нам нигде их не пишут. Я просто для себя усвоил, что нам нужна цепь. Поэтому я так стремительно ломлюсь вперед. Даже толком секретики не ищу, потому что я понимаю, что без цепи я их и так не найду. Потому что тут опять нужно... Владеть определенными навыками для того, чтобы... Преуспеть в их поиске. Ну-ка. Ох, твою мать. Не коронуй, но там... Живой. Юха. Который призывает... Серьезно. Который призывает оборотней. А, ну в принципе, да. Это а-ля... Симфония ночи. Там же тоже были. Я забыл совсем. Да-ля, ты палки. Ну-ка, убери вы здесь все. Давай пробуем... Ух, как вовремя. Вот так сделать. По идее, да, это должны их воздух поднимать. Я здесь могу сразу одновременно уничтожать. Шикарно. Тихо Но, несмотря на все, у них довольно сильный урон То есть они меня выносят буквально за А, смотри, я могу в воздухе дэшить Ого Они меня выносят буквально за 4 удара Так, но волки научились опровевать Хорошо Так, опять-таки, без кнута я далеко не уйду Но я так понимаю, что мы уже довольно близки к этому Если это наша основная цель То мы уже довольно близки Судя по всему Потому что здесь, чем дальше мы... Слушай, а если мне не сюда То куда? Может быть, нужно теперь вернуться просто? Вверх я подняться не могу без... Этого... Так, вот это дело я выточить тоже не могу Без креста наверх я не поднимусь А, подожди Это вот здесь он... А, все, я понял Это здесь он открыл двери Все понятно Хорошо Что я говорил? Я забыл Я говорил, что чем дальше мы заходим Тем все больше и больше мест, где нужно использовать кнут Точнее, не кнут, а этот самый крест Крест Реверный гандольф решил установить выдвигающиеся шпуры На конец боевого креста Ага Теория проста Браслые рыцари выбирают среди элиты, имеющие право достать до... А-а-а, я только хотел рассказать про то, к чему мы пришли с вами по поводу вот этого креста непонятного. Вратство рыцарей выберут среди элиты, имеющих право доставить до недоступных другим мест. И таким образом сильно увеличить угрозу для зла замка. Теперь, увы, Гондольф потерян для нас. Ну, тут не совсем то, что я, конечно, хотел бы, но... Так, подожди, не могу. Ну, чисто теоретически, да, если сдэшим. Тут не совсем про боевой крест написано было, но суть понятна. Суть понятна в том, что боевой крест все-таки был достаточно массовым оружием, судя по всему. Потому что я говорил в комментариях, что... Ну, мне говорили, что это достаточно массовое оружие, но я говорил, что это не так. Так что был единственный крест, но просто я когда узнал, что нам нужно взять крест, я... Эй... Я удивился, что какого черта, ведь Габриэль его сломал. Я считал, что боевой крест, он единственный, потому что по предыдущим частям только Бельмонты использовали так называемый в Эмпайр-киллер и то. Они использовали кнуты. То есть, только семья Бельмотов... Может быть, я все-таки могу... Да нет. Только семья Бельмотов использовала кнуты. Я могу сюда зато. Все остальные, как правило, использовали мечи или типа того. Красавец. Короче говоря, получается, что вот если, допустим, взять снова перезапуск, вот это, то есть, начиная с лордов, то был единственный крест пока что, ну, как я понял, был единственный крест, который использовал только Габриэль. То есть, по идее, Гандольфи сделал только один крест и его максимально сильно модернизировал. Но, судя по всему, братство хотело сделать таких много, но, увы, Гандольфи, ну, судя по записке, Гандольфи для них был потерян. Видимо, действительно, вы были правы, сказав мне в комментариях, что какие-то чертежи остались, и они начали просто производство по его чертежам. То есть, это уже не уникальное оружие было. То есть, первый крест, созданный руками мастера, был самым лучшим, как ни странно. Все остальное, скорее всего, это уже тупо копии. Мне нравится вот этот, кстати говоря, одежда на фоне, она клевая. Так, ну-ка. Это и есть крест. Ну, понятно, все с вами. Зобек, мой повелитель, жаждет это оружие. Твой отец был не достоин носить это. Как и ты. Хорошо. Давай, поиграем. Я таких, как ты, на завтрак ел. Хе-хе-хе. Ох, елки-палки. Тихо. Так, ну, дышить получается неплохо. Ага. Тихо. Не хватает? Магии не хватает мне. Немножко. У меня есть в виду темный и светлый. Очевидно. Слушай, он сказал, что Зобыкова повелитель жаждет это оружие. Да что ты, черт, дроли. Во-первых, мы Зобыкова убили. Твоя семья лишена в мужестве. Позор тебе. Да иди ты знаешь куда. Банан. Какого черта? Мы же Зобыкова убили. Собственно, нами черт потерял руками. Это, во-первых. Ё-моё. Да чтоб тебя, черт, дроли. Это, во-первых. По-вторых, мне еще так... Ну, вот я вовремя решил отключить. Угу. Ах, ты чублюдина. Отдай Сифу, падаль. Так, аккуратно. На самом деле, мне осталось буквально на один удар. Плохо. Давай. Лицом его, скотину такую. Так, разговоры потом. Слишком все напряженно. У меня сейчас даже вот эта мертвичина может убить. Просто потому, что может оторвать и кидать мне самую странную голову. Неприемлемо. Тихо, тихо, тихо. Как я буду сражаться без Сифы, да? Да легко. По твоей мертвой заднице, получи. Ох, твою мать, что это значит? Ага, понял тебя. Ну, по крайней мере, меня это не убивает. Уже хорошо. Посмотрим, как ты будешь сражаться без этого. Тихо. Типа, азуб-то за зуб. Получи, мразь. Твою мать. Что за странец? Считай, тебе повезло в прошлый раз. Разучик, ты меня можешь убить. Но, второй раз. Ни за что. Получай. Ох, ёлки-палки. Так, ну я думаю, что это можно пройти. Надо только найти такое. Ага, вот, видел. Сейчас ждём. Ждём сейчас. Ха! Лицо в пол падали. Ох, охренеть. Он просто его разорвал. Так, боевой крест Тревора Бельмонта. То бишь, отца, хотел сказать. Ну да, отца Саймона и сына Дракулы. Габриэля. Теперь вы имеете способность захватывать врагов. На расстоянии используют раскачку и места для спуска. Отлично. Так, чаю. Так, это очень хорошо. Но, честно говоря, несмотря на всё, это не похоже на крест. Это больше похоже на остатки оружия, изначально созданное Ринальдо Гандульфи. Хотя они сохранили свой легендарный вид и были сделаны из магического металла. Но всё же, уже за прошедши... за прошедши... за прошедшием лет были непригодны. Ну, короче говоря, да. Это всё равно. То есть, не тот же самый крест, который был у Габриэля. У Габриэля был достаточно уникальный крест. Так, цепной хваст. Это всё, что я получил пока что, да? Хорошо. У Габриэля был так... Ага, отрицающий удар ещё есть. ЛТ и единичка. Можете найти заряженный энергией удар. Ага, ага. Я понял, как перчаткой, да? Да. Только ничего не тратить при этом. Хорошо. Короче говоря, у Габриэля действительно был уникальный крест. И знаете что? Когда у нас был небольшой, скажем так, спор о том... Ну, по поводу вот этого креста в комментариях, я немножко себе насполерил, что... Немножко себе насполерил, что... Дракулу можно убить только с помощью его того самого креста, который он разломал и оставил в той самой печати, судя по всему, ну, в аду, скажем так. Так, хорошо. Что нужно делать? Подожди. ЛТ движение, А для раскачки и... Что вот... Отпустить. Хорошо. А, я тут и так могу заправить. Ладно. Вот в этих шмолках на фоне... По-моему, в них разгуливает Алукард. Очень на то похуже. Короче, у меня возникло несколько вопросов насчет этого Зобека и вот этого Лича. Получается, что я еще в прошлых лордах задался вопросом под конец. Какого черта Зобек оказался жив? Что за хрень? Я ему лично надрал зад... О, нет, стоп. Я ему лично не задирался. Я ему лично надрал сатана зад. Предположим, что он отправился после этого в ад. Но как он вернулся? Если это вообще возможно. Если, допустим, исходить из такой теории. Нет, ну я, конечно, думаю, что это рано или поздно должны объяснить. Правильно? Нельзя оставлять прям такие огрехи на наше усмотрение. То есть надо их как бы объяснить. Я думаю, это все равно... Это должно произойти рано или поздно. Но все равно пока что непонятно. Там, наверное, свиток я вижу. Мне нравится, как здесь реализована раскачка креста, на самом деле. Прикольно. Как-то прям чувствуется, что он качается на цепи. Стоять. Ух ты, мать, стой. Так, ну теперь это будет покруче, на самом деле. По идее, у нас должен был и урон возрасти. И, честно теоретически, мы теперь можем вернуться на все старые места и поднаходить все это дело. Так, некромант. Ну понятно, хорошо. Смотрите, у меня такая теория. Если исходить из того, что я себе наспойлерил насчет того, что Дракулу можно убить только с помощью креста. Именно того самого креста. Вся проблема в том, что можно убить только с помощью того самого креста, который был разрушен самим Гавриалем. Возможно, Дракулу уже заколебало жить. Хотя тут вроде бы еще такое время, когда он недолго пробыл. Хотя, век, как минимум, он уже пробыл Дракулой, да? По-моему. Куда я лезу? Нужно возвращаться на старые места. Могу ли я как-то сделать быстрое путешествие? Походу нет. Плохо. А то мне придется вручную, получается, возвращаться во все эти места или же искать какие-то шорткаты. Хорошо, пока что пойдем вперед. Короче, если предположить, что Гавриаля уже заколебала его жизнь в образе Дракулы, вся проблема в том, что он не может умереть. Его, по сути, убить не могут никого, нет сравнимого с его силой, по сути. И даже Бельманты, когда его убивают, он все равно потом возвращается. Его кто-то воскрешает, так или иначе. Дома были помещены каким-то безумным ученым. Они могли скрывать великие секреты или же вовсе бред не безумца. Я хотел, чтобы у меня было больше времени для расшифровки сообщения, но оно было не на моей стороне. Я тебя понял. Короче, по идее, Гавриал мог попросить Зобака об услуге, чтобы Зобак его избавил от вот этого проклятия. То есть, чтобы Зобак собрал этот крест и умертвил его, короче говоря, с его помощью. Что, чтобы телепортироваться себе? А, о, прекрасно. То, что нужно на самом деле. Короче, это варп-зона, по сути. А здесь где-то я видел... Нет, подожди, мне сюда не нужно, да? Вон оно, вижу. Пока не забыл, я потом забуду. А, нет, подожди, это не то, что я искал. Я сейчас залезу опять в дебри, честно говоря. Это библиотека, я помню ее. О, симфонии. Эта часть, она на самом деле довольно... Вот сюда мне нужно. А там... Да, там, по идее, должна быть карточка. Это библиотека, если помните ее по симфонии. Это оно самое. От библиотеки до места, где обитает Дракула, на самом деле, не другое подать. По идее. Так, а ну давай пробуем сюда. Мне желательно было бы походить сейчас по старым локациям, пособрать секреты. Чтобы немножко заполнить пробелы. С помощью этих записок, которые я понахожу. Ага, ну. Куда меня выкинуло? Ага. И при всем при этом, мне нужно поискать то, что увеличило бы мне количество жизней. Господь мой, защити меня от этих порождений дьявола. Освободи меня от их когтей. От их ненасытного аппетита и глаз красных. Как огонь, жаждающих моей крови. Господь, защити меня. Короче, пока что я не могу еще утверждать наверняка. Ого. О, тварь. Ну пусти меня. Кусается. Не могу я пока что утверждать еще наверняка, но... Где-то пока что во мне таится теория насчет зобыка и того, что... Не думаю, что тут творится-то. И того, что... Его просто Габриэль попросил... Эээ... Избавить от... Ээээ... Жизни, скажем так. Но для того, чтобы это сделать, зобык его нужен на боевой крест. Потому что зобык понимает, что... Эээ... Так просто... Он хрен его убьет. Даже если Дракула просто расслабится и будет получать удовольствие, пока зобык его будет... Чуть не сказал, насиловав. Ну, поняли меня. Пока он будет его убивать. Банан, я думаю, что... Ничем это не закончится. Так, хорошо, знаете что? Я предлагаю на этом закончить серию. И мне нужно будет сейчас за кадром обойти все, что мы... Все, где мы были, собрать все, что я пропустил. Чтобы можно было со спокойной душой продолжать двигаться дальше. Ладно. Я надеюсь, что вам понравилось. И уеденем сюда с вами в следующей серии. Все, всем пока. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok